Читайте и подписывайтесь на журнал «Русский дом». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию. Православный взгляд на события в стране и за рубежом. «Русский дом» – спрашивайте в киосках и православных лавках. Войска НАТО неожиданно усилили свои атаки против Югославии после того, как Верховное командование приняло 9 мая решение о выводе частей Федеральной армии Югославии и полиции из Косово. Боитесь войны? Бойтесь. А мы введем войска в Косово, говорит НАТО. Журнал «Ньюсуик» пишет. Главы армейских штабов обратились к министру обороны США Уильяму Коэну с письмом, в котором заявляют, что только сухопутные войска призваны гарантировать исполнение политических задач. Стыдно и бессовестно не помогать соседу, если у него горит дом, если на него напал вооруженный бандит. Ахи-охи лишь разжигают аппетиту насильника. А завтра НАТО придет на Кавказ, в Приднестровье, в Белоруссию. А мы будем увещевать агрессора и говорить только «все хорошо, только б не было войны». А послезавтра нам скажут «у вас земли много, отдайте нам часть ее, все равно хозяйствовать не умеете, а то Третья мировая война будет». Боитесь ее? Правильно, бойтесь. Вообще-то ведь Третья мировая война, которой мы так боимся, уже произошла. Она была, правда, не горячая, а холодная. И велась она другими средствами, чем сегодня в Югославии. Но цели-то достигнуты. Варшавский блок распался, Советский Союз разрушен, экономика России подорвана, живой силы населения каждый год становится меньше на миллион человек, моральный дух народа подорван. Так что сейчас агрессией против Югославии Соединенные Штаты развязали Четвертую мировую войну за установление мирового господства. А мы все еще Третьей боимся. Наш корреспондент Дмитрий Янкович передает из Белграда. В бомбардировке колонны беженцев, которая возвращалась в свои дома в деревне Кореша, погибло 87 человек, из которых до сегодняшнего дня опознана 81 жертва НАТО-нападения. Военные органы расследования утвердили, что колонна беженцев гранатирована три раза, восьми термовизуальными и одной кластер бомбами. Термовизуальные бомбы не производят большие трассеры, но достигают температуры до 2000 градусов и уничтожают живую силу на 300 метров от места детонации, вызывая при этом большие пожары, что и было целью агрессора в этом самом большом до сих пор преступлении. НАТО продолжает бомбить гражданские объекты и уничтожать промышленность Югославии. Позапрошлой ночью самолеты НАТО бомбили трансформационную станцию завода цветной металлургии в городе Бор. В прошлой ночью около 22 часов 30 минут местного времени НАТО авиация гранатировала енергические объекты завода черной металлургии «Сарфик» в городе Смегрэл. Специально для Русского дома из Беудрада 17 мая Дмитрий Янкович. Николай Сергеевич, я хочу еще добавить одну информацию к сказанному. Сегодня ночью в Афинах по резиденции германского посла в Греции были выпущены две противотанковые ракеты. По сообщениям афинской полиции пострадавших не было. Скорее всего ракеты выпустили противники войны в Югославии. В Греции одно из самых сильных движений против Югославской войны. То есть вот этот протест против агрессии НАТО, против Югославии набирает силу. Уже доходит дело, можно сказать, до террористических актов. Соединенные Штаты уже развязали одно время, где-то в конце 40-х годов, целую историческую полосу насилия. Когда они помогли Израилю ликвидировать палестинское государство, то палестинцы встали на путь борьбы с помощью вот таких активных боевых действий, которые квалифицируются как террор. Но у них нет другой формы защитить свои права на свое законное государство. Поэтому обвинять их можно только в одностороннем порядке. Дайте им те права, которых они просят, и никакого террора не будет. Но ведь и до сих пор продолжается вот эта кровопролитная война на Ближнем Востоке. Нечто подобное развязывается сейчас на Балканах. Потому что ведь жертвами вот этой агрессии становятся не только сербы. А вот в данном случае албанцы, и венгры, и цыгане, все кто угодно. А мусульманские народы, как вы знаете, албанцы, они и подчиняются принципу кровной мести. Поэтому любая месть, которая обрушится на голову агрессоров в другом месте, может быть, в их собственных странах, будет, по крайней мере, по-человечески понята. Потому что ведь они не относятся одинаково ко всему, к всякому террору. Например, террор, развернувшийся в России, на Кавказском регионе, от Владикавказа до Дербента, до Махачкалы, абсолютно не волнует Соединенные Штаты. Они его не осуждают никогда, ни в чем-то даже приветствуют. Они будут беспокоиться тогда, когда это достанет их. Вот это выборочное восприятие терроризма, они должны почувствовать только на своей шее, тогда они поймут. Вот что касается мести. Можно сказать, что большинство средств массовой информации говорили, что вот прошедшие 15 мая в Думе левые устроили месть президенту. Голосование в Думе показало, что не удалось собрать все-таки требуемой процедурой 300 голосов, чтобы отрешить президента Ельцина от власти. В подаче средств массовой информации, говорится, что с мести это не удалось, и трактуется как триумфальная победа президента. Думу представляют как вот безответственного бузотера, не способного ни на что, кроме как вот только раскачивать лодку. Можно ли считать голосование в Думе поражением Думы? Вы понимаете, реальная политическая ситуация в России, и поведение средств массовой информации, в том числе и наших телевизионных комментаторов штатных, мне напоминает старый анекдот о том, что Наполеона в аду. Черти спросили, чего тебе, Бонапарт, не хватило для торжества твоей идеи? Тот им ответил так, что, эх, если бы у меня была такая пресса и такое телевидение, вы бы никогда не узнали, что я потерпел поражение в Ватерлоу. Поэтому наша пресса и вот эти штатные комментаторы пытаются скрыть путем политического шулерства ту реальную картину, которая складывается сейчас и в парламенте, и в России в целом. Подавать это как победу, это просто непорядочно с точки зрения профессионала. То, что произошло во время голосования МПИ-пичмента, никак не может быть победой президента. Он и не мог одержать никакую победу. Речь стояла только об одном, потерпит он поражение или не потерпит. Да, он не потерпел поражение, но победой здесь никакой не пахнет. Абсолютно. Более того, три дня шли дебаты. Хоть один депутат, хоть одна фракция выступила в защиту президента. Никто. Только один Котенков, штатный защитник интересов президента. Ну, а ЛДПР, фракция в целом? ЛДПР и Яблоко, когда выступали, они обрушивались прежде всего на коммунистов. Вот вы тоже виноваты, вот такие-сякие, но ни слова не говорили об оценке действий президента. Они все время старались разложить ответственность, что, мол, не только он виноват, и другие виноваты. Но речь об оправдании президента не шла. Три дня, по сути, шел суд над президентом, и ни одного голоса в защиту не было. Как тут можно говорить о триумфе? Ну и главное, вот все муссируют, смакуют, обжевывают, обгладывают результаты голосования. Но делают это по-шулерски опять. Нет, ну и все же, по-шулерски, по-шулерски. Но чем объяснить такой высокий процент депутатов, уклонившихся от голосования? Ведь всего дезертировало 102 человека, из которых только, по-моему, пять прислали телеграммы, что они по объективным причинам не могут принять участие в процедуре голосования. А что случилось с остальными-то? 102 человека, 102 депутата, избранники народа. Вот вы и бьете по самому больному месту. Как раз вот этот импичмент и показал, насколько наша дума далека от совершенства парламентского института. Вы правы, 102 депутата не явились на заседание или не приняли участие в голосовании. Из 450 было розно всего лишь 348 бюллетеней. А остальные куда девались? Они или прикинулись заболевшими, или, ну, вроде Кобзона, который уехал из Москвы, хотя за месяц было известно о дате заседания, у него какие-то другие более важные дела появились. Он вошел в список тех, кто не голосовал, то есть сторонников президента. А прислал телеграмму, что говорит, я готов по всем пяти пунктам голосовать против президента. Вот и поймите его реальную позицию. То есть это 102 человека, которых я лично отношу к категории политического мусора, которому не место в Государственной Думе этого или иного состава. Это люди, которые пренебрегают своими гражданскими и профессиональными обязанностями. Зарплату получают регулярно, а расписываются все пять лет в ведомостях с математической точностью. А вот раз прийти и выразить свое отношение к важнейшему вопросу современности, у них, видите ли... Что это, как вы думаете, трусость или какие-то другие причины? Вот некоторые называют, что газеты говорят о том, что все-таки были затрачены и суммы определенные для того, чтобы депутаты не пришли на голосование или изменили. Ну, были люди, которые голосовали убежденно. Ну, скажем, фракция «Наш Дом Россия». Естественно, и говорили об этом открыто. Мы их уважаем, как уважали Черчилля, Тетчер и других людей, которые стоят на своих позициях. А остальные голосовали или будучи коррумпированными, или будучи трусами, которые боятся власти. Других причин просто не существует. Потому что нельзя представить, чтобы депутат, сидящий четыре года в кресле депутата, не знал, что можно, взяв бюллетень, унести его домой как сувенир. Или, взяв бюллетень, перечеркнуть его и, скорее же, сделать недействительным. Это же явный совершенно подлог. Как же тогда можно прокомментировать, на ваш взгляд, непосредственно результаты голосования? Вот когда я сидел сам с карандашом и бумагой и считал, что же получилось реально, вот если мы отбросим эти 102 мертвые души, которые относим к этому политическому отребью, которое нельзя, конечно, в Думе держать, то мы получим невероятно колоритную картину. Но посмотрите, что получается. Живые депутаты, то есть те, кто голосовал, их было всего лишь 330 человек. То есть то, что вынули из бюллетеней, по развалу СССР 240 за импичмент, 72 против. По расстрелу Верховного Совета 263 за импичмент, 60 против. По Чечне 288 за импичмент, 43 против. По развалу армии по геноциду такие же точно цифры. То есть две трети с большой, как говорят, лихвой были получены среди живых голосовавших депутатов. Ельцин спасся только благодаря мертвым душам в парламенте. Тем людям, которые сгнили заживо, работая вот за это время, так сказать, в администрации. Как вы считаете, может быть, зря вся эта была процедура затеянная, как говорят, для чего, зачем? И даже вот из-за этой процедуры, мол, Ельцин пошел на такой шаг, как уволил Климакова. Нет, сама процедура импичмента, на мой взгляд, оказалась исключительно полезной для политического созревания страны. Это была блестящая школа, в которой все стало видно, кто сколько стоит и кто чего стоит. Дума показала, что она работает абсолютно точно в рамках конституционного поля. Нигде не выходили за рамки конституции. Президент и СМИ угрожали то распуском Думы, то запретом Компартии, то другими силовыми приемами. То есть вышли за рамки поля. Все время шла путаница. Что такое политическое обвинение? Что такое правовое? Я еще раз повторяю для неграмотных наших комментаторов, что закон, это есть высшая форма, правовая форма отливки политики. Закон, принятый в результате политической борьбы, и есть высшая форма политики. Так что я считаю, что сама процедура была крайне необходимой для нашего гражданского мужания. И только приближающиеся выборы покажут, какие уроки мы делаем из этих событий. Ну и как вы считаете, что нас впереди ждет, и что нам предстоит делать? Ну прежде всего, конечно, события эти вскрыли огромные правовые бреши в Конституции. Мы даже не можем сказать, президент имеет право разогнать Думу, или не имеет права, если складывается ситуация вот такого. Она не утверждает, скажем, кандидатуру премьера, и в то же время начинает процедуру импичмента. Совершенно очевидно сейчас для всех, и Совет Федерации говорит, что надо менять порядок назначения и отставки правительства. То есть надо менять Конституцию. Это абсолютно необходимо. Ну что ж, а пока впереди у нас, нас ожидает утверждение в Думе председателя правительства Степашина. Как вы, наверное, обратили внимание, Степашин каждый раз, когда встречает гостей, то он снимает пиджак. Журналисты говорят, что он очень напряжен, что очень жарко, обстановка очень напряженная. Но судя по тому, что впереди все-таки еще предстоит более напряженная обстановка в Думе, то, может быть, мы увидим господина Степашина на трибуне в трусах и в майке. Итак, всего доброго. До свидания. До встречи завтра в 18.45. Читайте и подписывайтесь на журнал «Русский дом». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию. Православный взгляд на события в стране и за рубежом. «Русский дом» – спрашивайте в киосках и православных лавках. Здравствуйте. Вы смотрите специальный выпуск «Русского дома». Несколько информации вначале. Святейший Патриарх Алексей II сегодня на встрече со спикером Канадского парламента заявил, «Хотя наши страны по разные стороны баррикад, но у нас общая задача – как можно скорее прекратить кровопролитие в Югославии». Одновременно Патриарх Алексей II выразил сожаление, что, несмотря на призывы представителей русской и сербской православных церквей, а также главы Ватикана, страны НАТО не прекратили военных действий на Балканах. Продолжающиеся более полутора месяцев бомбардировки территории Югославии, авиации НАТО угрожают основополагающим правам человека. Такой вывод сделал специальный докладчик ООН по правам человека в бывшей Югославии, бывший министр иностранных дел Чехии Иржи Динспер. «У нас есть твердое убеждение, что, несмотря на антураж переговорного процесса, НАТО готовит наземную операцию в Югославии». Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности министра обороны Игорь Сергеев. По словам Сергеева, операция готовится планомерно и настойчиво. Игорь Сергеев подчеркнул, что с более решительных позиций по вопросу наземной операции НАТО в Югославии выступает Великобритания. Эти обстоятельства, отметил он, нами также учитываются. По данным российских военных источников, в настоящее время НАТО концентрирует силы по периметру границ Югославии. При этом не исключается, что НАТОвские стратеги планируют наземную операцию не только в районе Косово, но и на всей территории Югославии. Для проведения операции может быть задействован 200-тысячный контингент сил НАТО. И вот еще последняя информация. Эшелон с боевой техникой, предназначенный для использования в Косово, вышел в понедельник из канадского города Эдмонтон в портовый Монреаль. Это 8 вертолетов Грифон, а также 17 легких боевых бронемашин Койот. Ситуация вокруг Югославии является темой номер один для президента России Бориса Ельцина. Как сообщил сегодня в интервью в берлинской газете Вельт пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Кушкин. Россия вынуждена будет отказаться от роли посредника в Балканском конфликте, если Запад продолжит игнорировать мнение Москвы. Это реальная позиция, которую сегодня занимает Россия. Несмотря на то, что Россия играет последническую роль, активную роль, бомбардировки продолжаются. И все новые и новые факты свидетельствуют об эскалации ситуации. И последническая роль России вообще не принимается Западом к сведению. Бывший госсекретарь США Генри Киссингер заявил, что для нас единственный выход – это успешно завершить кампанию. Неспособность добиться этих результатов нанесет сильнейший удар, который поставит под угрозу единство НАТО и доверие к американской мощи, подчеркнул Киссингер. Наш сербский корреспондент Югославии Дмитрий Янкович передает. НАТО-авиация вчера днем и ночью гранатировала промышленные объекты на территории Югославии. В городах Смедерево и Бор целью нападения были энергетические установки самого крупного югославского постановщика топлива Югопетрола. Вчера днем НАТО-агрессор бомбил промышленную зону города Чашек. В этом нападении не было жертв, но материальный ущерб огромный. Пострадали железнодорожный путь и жилые дома, которые находились в окрестностях места нападения. Агрессор хотел совершить это нападение прошлой ночью, но был отогнан сильным действием югославской противовоздушной обороны. НАТО-авиация действовала и по объектам в окрестностях города Ужица, Кралева и Белграда. Бомбардировки Косова не прекращаются ни дном, ни ночью. Так, например, деревня Мердере, которая находится на севере Косова, после действия НАТО-агрессора практически стерта с лица земли. В этой деревне, как и во многих других населенных пунктах на территории Косова и Метохии, не существует больше объектов, в которых можно жить. Специально для русского дома из Белграда, 18 мая, Дмитрий Янкович. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Елена Юрьевна Гуськова. Елена Юрьевна только что вернулась из Югославии. Цель вашей поездки? Цель наша, как ни странно, была чисто научная. Вообще, Югославы поражают уже много лет, уже 7 лет, находясь под санкциями. Они очень активно работают, и научная жизнь бурлит. И, казалось бы, сегодня, когда бомбят их страну, и когда речь идет о выживании, они созывают со всего мира ученых на международный форум. И откликаются те, не раздумывая, кто действительно выступает против этих адских бомбежек. Приехали ученые из Японии, Англии, из Финляндии, Греции, Германии, Австрии, Болгарии и России. Было несколько человек из России, у нас такая была ударная группа, были ученые из Украины. И вот все мы, конечно, размышляя о будущем Европы, имея в виду такую научную тему, мы все же представляли себе этот форум прежде всего как акт протеста, или как форум протеста против того, что вытворяет сегодня НАТО на Балканах. Но в этот момент бомбардировки Белграда продолжались, и вы жили тоже под бомбами. Во время заседания вставал председатель и говорил, начинается воздушная тревога, просим всех сойти в бомбоубежище. Правда, все ученые оказались мужественными, я считаю, выдержанными. И мы продолжали заседание, хотя, наверное, вот тот звук сирены, который мы слышали впервые, он щекотал нервы, но тем не менее днем работать было достаточно безопасно. А вот ночью ситуация в городе была совсем другая. Вы сказали, что ученые приехали в Югославию из многих западных стран, то есть тех стран, которые сегодня ведут агрессию против Югославии. Вот они объясняют сами, почему идет агрессия против... ведут правительство, их правительство, стран ведут агрессию против Югославии. Мне кажется, те ученые, которые были, они прекрасно понимают, почему идет агрессия. Мы, в общем, не расходились в нашей точке зрения. И они просто не могли понять позицию, вернее, не могли объяснить позицию своего государства. И я думаю, что как раз в каждой стране находятся люди трезвые, которые пишут и говорят. Просто усилия не объединены. И вот в данном случае, видите, как получилось, что именно Белград стал тем центром, который пытается объединить усилия ученых разных стран. Мы приняли специальное обращение к ученым миром, к интеллектуалам всего мира, для того, чтобы и с этой точки зрения, и с этой стороны попытаться остановить агрессию. А вот ваши личные впечатления? Личные впечатления очень сильные, потому что фактически ты едешь в страну, которая выживает сегодня под бомбовыми ударами. Людям очень тяжело. А внешние впечатления несколько обманчивы. Ты приезжаешь в страну, где светит солнце, где днем, казалось, ничего не происходит, а ночью это совсем другая жизнь. Вот ночью люди не спят, все люди выходят на улицы. И именно ночью ты являешься свидетелем воздушных боев над городом, когда все следят, все с картами выходят на улицы, никто не сидит дома, на балконах или на улице. И уже все знают, передают друг другу по мобильному телефону, откуда летит ракета, из какого направления. И зенитные установки югославской армии пытаются преградить путь. То есть фактически ты видишь, как идет этот бой. Самое главное, чтобы он был не над твоей головой. Поэтому люди вздыхают, если это не в их районе. Но последствия видны днем. Много разрушенных домов даже в городе, причем бессмысленных совершенно разрушений. И это вселяет людям, конечно, чувство неуверенности. Вот такой вот, все-таки, почти два месяца ведется бомбардировка наглая, мощная Югославии. Вот эти почти два месяца люди находятся в стрессовом состоянии. Но представьте себе, что в любую минуту на тебя может обрушиться бомба, ракета. И ты, твоя семья, дом, в котором ты живешь, все, что ты создавал, может погибнуть в одну минуту. Да, это очень трудно понять и, наверное, еще труднее самой переживать все это в течение двух месяцев. И знаете, в чем это отразилось, как мы это почувствовали? Поскольку я давно этим регионом занимаюсь и постоянно нахожусь там с начала 90-х годов, то я заметила вот какую перемену. Если раньше нас постоянно спрашивали, россиян, когда же Россия нам поможет? Они пытались сами ответить на этот вопрос, пытались оправдать наши действия. То сегодня спрашивают совсем другое. Сегодня спрашивают, как долго мы можем продержаться. Одни против 19 стран. Без помощи и без поддержки. И они не ждут уже от нас, от россиян, ответа. Они прекрасно знают, что ответа нет. И насколько хватит их духа, потому что сегодня, конечно, речь идет и о сильной армии югославской, которая еще сохранила свой потенциал, но речь идет и о духе народном. Вот этот дух мы видели, мы свидетелями были. Их очень поддерживает чувство юмора. Они уже даже издают небольшие книжки, очень небольшого формата, где фактически придают широкой огласке лозунги, анекдоты именно последнего периода. Ну вот мы обратили внимание по тем сообщениям, которые поступают к нам, видеокадрам из Югославии. Очень много сербов сегодня идут в церковь. Очень много. Вы видели вот этот момент? Сильные перемены произошли в сербском обществе. Если в начале 90-х годов большинство все-таки были атеисты, то сегодня они верят в Бога, они верят в свою миссию на земле, миссию православных людей, которые всегда были форпостом защиты православия. Они боролись первыми в Европе против турок, они потом боролись против фашизма, сегодня они борются против агрессора, против совершенно нечеловеческой ситуации и считают, что это их миссия, и в конце концов, которая приведет к объединению и православных людей, и к установлению справедливости. Вы знаете, Лена Юрьевна, вот интересно, мы вот уже почти два месяца ведем специальную передачу о Югославии и говорим о том, что мы должны помочь Югославии, мы обязаны помочь, помочь с любых позиций, с любой точки зрения, как люди, которые видят, что на их глазах убивают беззащитных людей. Отклики, которые мы получаем, они говорят о поддержке такой позиции, но среди них попадаются и другие. Немного, процента 2-3, в которых люди, я понимаю их, они говорят, зачем вы толкаете нас в войну, зачем вы нас связываете в войну, зачем нам получать оттуда гробы с нашими детьми, для чего вы это делаете? Ой, хороший вопрос вы задаете, потому что в последнее время наши политические структуры очень используют этот тезис для того, чтобы понизить уровень нашего возмущения, чтобы молодежь не выходила на улицы, чтобы количество митингов у нас снизилось. Главное, чтобы не было войны. Этот лозунг понятен каждому, каждому, кто пережил войну, будь то Вторая мировая или чеченская. Но на это я всегда отвечаю следующим образом. Мы можем остановить эту войну не на своей территории. И если мы сегодня говорим об этом, война идет не у нас, и жертв с нашей стороны не будет. Сегодня очень небольшие усилия нужны России, причем в комплексе дипломатические, политические и военные средства, для того, чтобы эту агрессию остановить. Вот давайте посмотрим, если бы мы могли остановить агрессию в Боснии и Герцеговине, вернее, вот то начало агрессии, которое уже было заметно, во всяком случае политики только не замечали этого, в Боснии и Герцеговине в 91-м, 92-м, 94-м году, то не было бы Косово. Фактически НАТО тогда не получило бы карт-бланш на свои действия сегодня. Если бы мы попытались в паузе до марта 94-го года остановить или прекратить, или прервать планы НАТО на Балканах, то, наверное, сегодня не было бы ни Косово, ни агрессии, которая предполагается на всю Югославию. Если мы сегодня не остановим агрессию НАТО на территории Югославии, теми средствами, без гибели наших ребят, то завтра будет уже то, что будет нас касаться очень близко. Я предполагаю, что завтра будет Белоруссия. А это уже наш двор. Это фактически уже наша территория. И вот тут мы будем платить очень большую цену. Сегодня цена низкая. Сегодня цена — это дипломатические усилия, может быть, противостояние, но во всяком случае это еще не на нашей территории. А то, что цель потом России, наверное, все уже согласны. Именно поэтому активизация внешней политики России — это одна из задач. Потому что цели НАТО до сих пор еще российской дипломатии. До конца они раскрыты и широко об этом не говорят. То есть сегодня Сербия, завтра Россия. Вы посмотрите, что касается Белоруссии. Нет, сначала будет Белоруссия. Белоруссия, Россия — это одно и то же. Потому что ведь уже идет по сценарию югославскому, как в пропагандистских целях нам преподносят Милошевича. Ведь та же самая кампания развертывается по поводу Лукашенко. И по поводу его диктаторских наклонностей. И по поводу отсутствия демократии в Белоруссии. И по поводу всех его отношений с Западом. Фактически почва пропагандистка уже подготовлена. И завтра начнут навязывать новую власть и новую форму управления государством в Белоруссии. Но ведь такие же точно опасения есть у Армении. Точно такие же опасения есть и у других государств на нашей территории. И даже у отдельных территорий России. Ну вот в подтверждение ваших слов я хочу познакомить вас, уважаемые телезрители, с такой информацией. Вот поступила она к нам в редакцию. НАТО едино в твердом намерении победить югославского президента Милошевича заявил Тони Блэр, выступая в столице Болгарии, в Софии. В ходе своей поездки по Балканам. То есть премьер-министр Великобритании Тони Блэр намерен, как говорится, до конца стоять, посыпать ракетами и бомбами югославскую землю, для того, чтобы доказать, что НАТО, Запад сегодня сильнее и могущественнее всех. Ну что ж, завтра мы продолжим разговор о погрессии НАТО против Югославии. А я сейчас коротко вам хочу еще с одной информацией познакомить. Как вы знаете, завтра в Думе предстоит утверждение Степашина в должности председателя правительства. Но уже сегодня это событие вызвало бурное обсуждение среди депутатов и в средствах массовой информации, по крайней мере, по телевидению. Высказываются разные предположения. По одной из версий существует два плана. План Березовского и план Чубайса, который сейчас ведет на Западе переговоры с МВФ. Так вот, по плану Березовского должны быть два первых вице-премьера. Аксененко и Волошин. Сегодняшний глава администрации. А главой администрации должен стать Черномырдин. По плану Чубайса, первый должен быть вице Жуков, Булгак, а на Министерство топлива однозначить от группы Шаповальянца, Уринсона, Шаповальянца. То есть, одним словом, версий много, планов громадье. Ну а кто приватизирует правительство, узнаем завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Вы смотрите специальный выпуск Русского дома о войне НАТО против Югославии. Статистические данные, опубликованные в газете «Лос-Анджелес Таймс», свидетельствуют о том, что НАТО ведет войну главным образом с гражданским населением. Убиты уже более тысячи мирных жителей. Как отмечается, после шести недель бомбежек арсенал югославской военной машины не уничтожен. НАТОвцам удалось нанести ему ущерб, но в целом югославские подразделения системы ПВО остаются вполне боеспособными. По официальным американским оценкам, сербам удалось сохранить от 80 до 90% своих танков, 75% наиболее современных зенитно-ракетных комплексов и 60% истребителей МИГ. Самолеты НАТО уничтожили основные железные дороги в Косово. Однако пять из восьми главных магистралей здесь остаются пригодными для использования в той или иной степени. Такие данные приводят британские официальные источники. Многочисленными ракетно-бомбовыми ударами НАТОвская авиация уничтожила несколько югославских нефтеперерабатывающих заводов, полностью подавив эту отрасль югославской промышленности. И нанесла удары по 16 хранилищам нефтепродуктов. Это, конечно, отрицательно сказывается на мобильности югославской армии. Однако в целом, как заявил главком НАТО американский генерал Уэстли Кларк, югославским военным удалось сохранить примерно две трети своих резервов горючего. Даниэл Гоур, аналитик Вашингтонского центра стратегических международных исследований, в беседе с корреспондентом Лос-Анджелес Таймс высказал опасение, что НАТОвские бомбардировки не способны оказать никакого влияния на Милошевича и принудить его к капитуляции. В таком случае военная кампания может стать не только технологическим чудом, как говорят западные военные, но и военно-политической катастрофой. А тем временем США не исключают возможность посылки американских войск для проведения наземной операции в Югославии. Так заявил президент США Клинтон. «Мы намерены добиться поставленных целей, и мы не должны и не будем исключать из наших планов никаких вариантов», сказал президент, отвечая на вопрос о возможности участия сухопутных сил США в военных действиях против Белграда. Наш сервский корреспондент Дмитрий Янкович передает. «Вчера ночью НАТО-авиация гранатировала энергетические объекты в широм центре Белграда. В 22 часа 37 минут местного времени целью нападения стал склад нефтепродуктов, который находится в непосредственной близости реки Сава и самого большого места отдыха белградцев. Жилые дома в окрестности потерпели значательный ущерб. В городе Валево, который находится на 100 километров южно от Белграда, погибла 70-летняя женщина, а 15 человек тяжело ранено. Нападение произошло в 12 часов дня. Агрессор бомбил то, что осталось от самого крупного промышленного комплекса в этом крае Сербии. Бомбы падали и по городским кварталам, и ближайшим деревням. НАТО-авиация бомбила исключительно гражданские объекты в городах Шабац, Сремска, Митровица, Новый Сад и Обреновоц. На Косово и Метохии бомбили гражданские объекты на всей территории. Бомбардировки там продолжаются круглосуточно. Специально для Русского дома из Белграда 19 мая Дмитрий Янкович. Сегодня у нас в гостях директор Института стран СНГ Константин Федорович Затулин. Константин Федорович, скажите, пожалуйста, мы довольно часто рассказываем о позиции России в делах балканских. Каково отношение, я думаю, это интересно будет и нашим телезрителям, отношение стран СНГ, тех, которые когда-то еще входили в единое государство? Я хочу заметить, что по отношению к событиям в Югославии, страны СНГ разделились на две неравные части. Можно сказать, что Белоруссия в одиночку среди других стран СНГ занимает последовательную антинатовскую позицию. И, как вы знаете, готова идти очень далеко, вплоть до приглашения к участию в Союзе России и Белоруссии Федеративной Республики Югославии. В то же время все остальные государства СНГ в большей или меньшей степени заняли или позицию активного одобрения, или, как помните прежде, говорили, непротивление злу насилия. Вот если говорить о таких государствах важных, ключевых в СНГ, как Украина, то здесь мы видим огромную дистанцию между настроениями подавляющего большинства населения, ветеранов, которые, вспоминая Великую Отечественную войну, вспоминают и своих союзников сербов, и общие славянские корни, и руководством этой страны, которая вступила сейчас в избирательную кампанию. И, конечно, на западе Украины утверждает то, что хотят слышать на западе, а на востоке Украины утверждает то, что хотят слышать в России и на востоке. Конечно, сегодня Украина в полной мере продолжает сотрудничать с НАТО, и, более того, пытается в лучшую сторону отличиться глубиной своего сотрудничества с НАТО, после того, как Россия демонстративно не участвовала в юбилейных торжествах НАТО и так далее. Чем можно объяснить вот такую, ну что ли, позицию, антироссийскую позицию национальной элиты Украины? Поисками выгоды, поисками вершков и корешков от сотрудничества с более богатым Западом. Впечатлением, что новый мировой порядок уже утвердился, Россию можно списать со счетов, тем более Россия сама себя списывает со счетов, своими внутренними неурядицами, своими катаклизмами внутренними, разбродом между Государственной Думой, правительством и президентом. И, конечно, вот в этих условиях не только Украина, но и другие государства СНГ тоже продолжают линию на сотрудничество с НАТО. Украина в этом отношении еще, можно сказать, испытывает правящий класс Украины определенные трудности своим собственным населением. Но вот ситуация, скажем, в Грузии, она уже сильно отличается, или в Азербайджане. Здесь можно сказать, народ и партия едины, когда речь идет о, собственно, Грузии, а не, скажем, Абхазии, или Аджарии, или Осетии. Вот очевидно, что сегодня Грузия затормозила всякие переговоры по грузино-абхазскому регулированию, именно потому, что надеется, что в недалеком будущем НАТО повторит свой эксперимент принуждения к миру, принуждения к возвращению в Грузию, отпавшей Абхазии. Примерно такими же мотивами руководствуется Азербайджан, который ждет реванша за Карабах. Армения в этой ситуации поставлена в условия, когда она тоже участвует в юбилейных торжествах НАТО, потому что участие в них Азербайджана и отсутствие в них Армении слишком бы обязало армянскую сторону и поставило бы ее в неравноправное по отношению к западу положение. Что касается среднеазиатских государств, по мере удаления от границ России, они, конечно, становятся все более антироссийски настроенными, я имею в виду на примере югославского кризиса. Скажем, Узбекистан полностью поддержал именно торжества в Вашингтоне по случаю юбилея НАТО, избрал для опубликования так называемой Вашингтонской декларации, надо вдуматься в это слово, о присоединении Узбекистана к Союзу Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы. Этот союз, как вы знаете, заквашен на идеи противопоставления СНГ, союза без России. Ну, Казахстан в несколько более сложном положении, у него большая граница с Россией, но тоже там хватает желающих и в официальных органах, и в оппозиции каким-то образом подчеркнуть свою близость к Западу. То есть, получается, что в тех государствах, вновь образованных, где правящая элита проводит антирусскую политику и отношение к событиям на Балканах соответствующее? Конечно. Более того, я хочу заметить, что ряд этих государств, сами по уши увязшие в межнациональных конфликтах и проблемах, активно рассчитывают на то, что НАТО будет им ассистировать в приручении от павших территорий, в том, чтобы употребить силы НАТО, скажем, в зонах конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Исключение здесь представляет только Таджикистан, потому что так далеко НАТО пока еще не заглядывает. Но что касается Карабахского, Абхазского конфликта или Приднестровского, тут много желающих у противной стороны, у руководителей государств, соответственно, Молдовы, Грузии, Азербайджана, ну, как-то воспользоваться поддержкой НАТО. Поэтому они не осуждают НАТО за Югославию. То есть можно сказать, что России в своих действиях сегодня нечего рассчитывать на даже такую союзническую поддержку бывших республик Союза, то есть новых стран СНГ. Я бы уточнил, сказав, что России не стоит рассчитывать на правящие круги. Вот России давно было бы правильно со стороны России, власти России найти путь к населению государств бывших союзных республик. Ведь большинство населения – это русскоязычное население. Очень много русских, вы знаете, 25 миллионов за рубежами Российской Федерации в ближнем зарубежье. Мы до сих пор ничего существенного для них не сделали. Между тем, это наш главный союзник, а не те господа, с которыми наш президент или наши официальные лица привыкли чокаться бокалами шампанским на разных раутах, саммитах и так далее. Вот они-то как раз являются первыми предателями России в делах, связанных с установлением нового мирового порядка. Не народ. Народ, все равно русский или украинский, он к этому не склонен. В большинстве своем, конечно. Скажите, как вы считаете, вот та политика, которую сегодня проводит Россия, я имею в виду вот такая активная переговорческая политика, вот поездки Черномырдина специально прицелит, туда-сюда, где-то что-то произойдет, туда прилетает, говорит, создается такое впечатление, что мы что-то договариваемся, что-то создаем какую-то видимость таких переговоров, а в это время бомбежки усиливаются, заявления со стороны военных, натовских военных, все более жесткие становятся. Ну, я здесь хотел бы сказать следующее. Я считаю, что самое страшное, что происходит в ходе всего этого конфликта, это привыкание к этим бомбардировкам. Вот каждый из нас, к сожалению, такова природа человека, но претерпевается к тому, что рядом льется кровь и происходит показательное упражнение в бомбометании. Что касается официальной России, то, на мой взгляд, позиция руководства России прошла как бы два этапа. На первом этапе это разворот Примакова над океаном, объявление НАТО в агрессии и впечатление такое, что Россия намерена твердо противостоять, не вовлекаясь в войну, послать корабли в Средиземное море и так далее, и так далее. На определенном этапе, исключительно по внутренним соображениям, от того, что у нас назревают дела с генеральным прокурором, особенно с противостоянием между Ельцином и Примаковым, с голосованием в Думе по импичменту, президент постепенно, из-под валь, начинает выхолощивать президента, окружение президента, выхолощивать эту позицию России и роль России в югославском регулировании. Назначается Виктор Степанович Черномырген, и сегодня невнятные речи нашего спецпредставителя, но можно сказать, в нелепом виде выставляют Россию и перед Югославией, и перед Китаем, да и перед странами Запада, потому что Россия, которая выражала определенную позицию, все больше становится дипкурьером, посыльным, и все больше проникается, если слушать Виктора Степановича, логикой действий Запада, вступает в эту колею и начинает выглядеть как не участвующая в прямом бомбометании, но страна, которая пытается как-то помочь НАТО выбраться из того тупика, в который НАТО забралось. То, что вы говорили о том, что НАТО не достигло своих целей, несмотря на все воинственные заявления военных, ведь несмотря на это, очевидно, что НАТО переживает глубокий внутренний кризис. Мы не все знаем, но мы чувствуем, что там нет единства, и оно все больше и больше разваливается и разлаживается. Вот в поисках поддержки этой рассыпающейся колесницы прибегают к усилиям некоторых сил в России, которые готовы, как говорится, поспешить НАТО, чтобы оно выбралось, не потеряв лицо из югославского кризиса. Ну что ж, Константинович, спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам в «Русский дом» и разъяснить свою позицию, своего движения и свое видение на балканский кризис. Итак, уважаемые друзья, до завтра, до встречи в «Русском доме» на телеканале «Московия» в 18.40. Читайте и подписывайтесь на журнал «Русский дом». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию. Православный взгляд на события в стране и за рубежом. «Русский дом» – спрашивайте в киосках и православных лавках. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск «Русского дома» об агрессии НАТО против Югославии. Ровно два месяца цивилизованный Запад несет смерть и разрушение в суверенной стране Югославии. Уильям Джефферсон Клинтон, президент США, сегодня более известный как Адольф Клинтон, опубликовал в Нью-Йорк Таймсе статью, в которой он объясняет причины югославской бойни и планы по ее продолжению. Несколько цитат из нее. «Мы пришли со своими союзниками в Косово, чтобы отстоять Европу, которая впервые оказалась в пределах нашей досягаемости. Чтобы сделать ее мирной, неразделенной и свободной. Мы пришли сюда, чтобы противостоять самой большой угрозе нашим идеалам – нестабильности на Балканах. Проблема заключается не только в этнической ненависти и даже не в этническом конфликте. Народы бывшей Югославии в той или иной мере конфликтовали между собой в течение столетий, но уживались, пока дело не дошло до этнических чисток», – говорит Клинтон. «Уважаемый президент, этнические чистки нисколько не занимали вас, когда их проводили друзья американского президента. Он не посылал бомбардировщиков, когда хорваты изгоняли 300 тысяч сербов из Краины, сжигая их дома, грабя и убивая. Не вмешался Клинтон и тогда, когда Турция, союзник по НАТО, совершала избиение 35 тысяч курдов. Это пишет Нью-Йорк Таймс от 13 апреля. «Невыносимые условия в этом регионе сложились в результате многолетней кампании по изгнанию людей другой национальности и другой веры», – пишет Клинтон. «А 350 тысяч православных сербов, которые были изданы в 1995 году с земли своих предков в Хорватии. Почему вы, президент, ничего не делаете, чтобы заставить Хорватию принять этих беженцев назад?» «В Югославии беженцев на душу населения больше, чем в любой другой стране мира. Начиная с 1991-1992 годов в Сербию переселился почти миллион жителей соседних стран. Это из доклада Американской ассоциации стратегических исследований». Клинтон. «Беженцы – это не результат войны. Сама война была развязана, чтобы породить беженцев». До 24 марта 1999 года в бывшей Югославской республике Македония вообще не было беженцев. А в охваченных анархии северных районах Албании их можно было пересчитать по пальцам. Да и те были связаны с освободительной армией Косово. Опять же, из доклада Американской ассоциации стратегических исследований. Клинтон. «60 дней авиационной кампании еще более сплотили НАТО в решении вопросов относительно Косово. Эта стратегия открывает перед нами отличные возможности добиться своих целей по развитию, а не ослаблению долгосрочных отношений с Россией. Россия, пишет Клинтон, уже сейчас помогает нам в достижении главной цели – заставить Белград выполнить наши условия. Мы можем всего этого добиться совместно с нашими союзниками, если будем и дальше поддерживать военную кампанию и исследовать выработанные нами стратегии». Такова позиция Адольфа Клинтона, 42-го президента США. Таковы планы цивилизованных стран Запада. А для православного мира эта война – ясное понимание нависшей над миром угрозы. Кровопролитие в Югославии чревато новым разделением Европы и мира, с тревогой заявил сегодня патриарх Московский и всея Руси Алексей II во время молебна на Славянской площади в день памяти святых Кирилла и Мефодия. Крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II движется по залитой солнечным светом Славянской площади. Впереди на руках иереев плывет икона святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и культуры празднуют сегодня во всех славянских землях, куда святые принесли свет учения Христова. У памятника просветителей патриарх обратился с приветственным словом к собравшимся на площади. И когда он заговорил о югославской трагедии, неожиданно небо заволокли тучи, ударили первые капли дождя, резко подул холодный ветер. Пьется кровь наших братьев и сестер в Югославии, а Косово, святая земля сербского народа, опаляется братоубийством. Недобрая воля разделила нас, людей, поставив по разные стороны кровопролитного конфликта, чреватого новым разделением Европы и мира. После слов патриарха начался молебен святым Кириллу и Мефодию. Постепенно дождь стал утихать, а к концу молебна вновь стало тепло и тихо, как прежде. Молитва утолила скорбь. А ученики московских школ и интернатов долго не отпускали своего патриарха. И, похоже, подарки сегодня достались всем желающим. А праздничные акции продолжатся. Среди них православные детские паломничества, международный симпозиум «Славянский мир на пороге третьего тысячелетия», выставка «Сказки Пушкина в рисунках детей». В Москве молятся о мире, но, видимо, для сатанистских сил Запада чем больше крови, разрушений и слез, тем лучше. Наш корреспондент Дмитрий Янкович передает из Белграда. В пятницу, субботу и воскресенье НАТО-агрессор бомбил тюрьму в Косовском городке Исток. В этих нападениях погибло несколько десятков заключенных и работающего персонала. За этих три дня агрессор совершил несколько нападений на электроэнергетическую систему Сербии. В этом трассе, кроме запрещенных графитных бомб, использованы и фугасные. Этим нанесен длительный ущерб самым крупным теплоэнергостанциям – Обреновоц, Колуборо и Костолоц. За время выходных вся Сербия была без электричества и воды. Нетрудно предположить, что значит, когда двух-трехмиллионный город остается без насущных потребностей. Когда целью нападения становятся больницы, промышленность, пути сообщения, жилые городские районы, энергетическая система, можно свободно сказать, что речь идет о тотальной войне, в которой агрессор старается нанести удар по системам, самым важным для населения. Сегодня начинается третий месяц войны. Специально для Русского дома из Белграда, 24 мая, Дмитрий Янкович. У нас в студии доктор исторических наук Елена Юрьевна Гуськова. Елена Юрьевна, два месяца уже, да не один раз, а по нескольку раз в день и ночью звучит вот эта душераздирающая сирена. Сейчас на тебя, возможно, посыплются бомбы, ракеты. Как вообще люди могут пережить вот это? Как они ощущают, жить под таким ощущением – это огромный стресс? Сейчас уже и психологи работают, и по радио, и по телевидению в Белграде. И каждый день мы были свидетелями тому, как эти сирены действуют на человека. Сами ощутили буквально на своей коже, когда приходилось работать под бой этой сирены. И потом ночью, когда это не прекращалось, и когда мы видели бой над городом, действительно, сколько может этот народ еще выдержать? Уже два месяца бомбежек, но это не конец. Вот сейчас все чаще и чаще раздаются мнения о том, что готовится провокация. Что это за провокация? Провокация против Югославии. Речь идет прежде всего о том, что за два месяца натовской агрессии НАТО не достигла своих целей. И нынешний этап характеризуется прежде всего подготовкой наземных операций. Но мы являемся сегодня свидетелями тех политических игр, которые прежде всего направлены на общественное мнение. Нас, с одной стороны, пытаются убедить, что не будет наступления, не будет наземной операции. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что она ведется. И вот как сделать так, чтобы ни у кого сомнения не вызывало необходимость этой наземной операции? Прежде всего, работа ведется на общественное мнение. Для этого нужна провокация. И провокация серьезная, которая готова будет убедить даже самого неверующего. Что войска нужно ввести на территорию Югославии. И причем незамедлительно. А методика отработана. Методика уже в Боснии и Герцеговине себя опробовала. Причем без большой фантазии. Два раза повторялся один и тот же сценарий взрыва на рынке Маркалы в Сараеве. Один раз взрыв в очереди за хлебом. Вначале это было в 92-м году. После которых следовали очень жестокие и суровые наказания. В 92-м году ввели санкции. А затем, после двух взрывов на рынке, последовали натовские удары именно сербских позиций. И уже потом никого не волновало, что было доказано, что сделано это было не сербами. Что сделала это какая-то другая сила, предположительно мусульмане сами. Но это сработало. И вот сегодня самое ужасное то, что готовится новая провокация, готовится повод. Этим поводом, кстати, пользовались и фашисты, помните? 1 сентября 1939 года. И вот нам нужно обязательно обратить внимание общественности и российской на то, что это, возможно, произойдет. И нас будут убеждать в том, что это сделали сербы. Какие существуют на сегодняшний день сценарии? Либо взрыв снаряда, ну, сегодня нет там рынка, это, видимо, не повторит чисто Боснию и Герцеговину, но есть лагеря беженцев. И вот предположительно, что в одном из лагерей беженцев, албанцев, на территории Албании, будет либо произведен взрыв снарядом, но это, наверное, менее убедительно. Никто не знает, когда и откуда, с какой стороны принесет снаряд. Но самый вероятный и, наверное, самый убедительный сценарий, который готовится, что со стороны Сербии должны прилететь якобы сербские самолеты, которые выпустят целый ряд снарядов, бомб, непосредственно на лагерь беженцев. А после этого самым убедительным будет фактом то, что этот самолет либо собьют, либо он будет вынужден приземлиться под силами НАТО, приземлиться и будут засняты камерами, опознавательные знаки сербских самолетов, или самолетов армии Югославии. Пилота, конечно, не окажется, предъявить его нельзя. Он либо выпрыгнет, либо будет самолет сбит. Поэтому вот к такому развитию сценария мы должны быть готовы. А самолеты сегодня у нас, как говорится, в наличии имеются? Да, ведь вся бывшая Югославия, СФРЮ, была оснащена именно такими видами самолетов. Речь идет о разных видах самолетов, но все время говорят о том, что выбор пойдет на самолет Галеб, который есть только в небольшом количестве в Хорватии и в Югославии. Потому что если нашей МИГи предъявить, то МИГи можно взять во всем мире, наверное. И самое главное, что мы должны быть готовы к тому, что наземная операция состоится. Наша дипломатия в данном случае оказывается беззубой. И нас возвращают снова к положению 92-95 годов, когда использовали российскую дипломатию для давления на Югославии. И мы видим, что вот в этой дипломатии происходит определенный перелом, а результатов нет. То есть вы хотите сказать, что сейчас в ближайшие дни или недели должна совершиться вот такая провокация? Ну, Хавьер Саланов в свое время говорил о том, что вся операция рассчитана на три месяца. Вот сейчас пошел последний месяц. И даже в средствах массовой информации Запада прошло несколько дат начала наземной операции. Говорили о 9 мая, а сейчас даже говорят о 22 июня. Что, конечно, для российского, для сербского и вообще для югославского народа это было бы величайшим черным днем. То есть они так и выбирают, и даты-то такие, чтобы они были как-то связаны исторически с определенными событиями. Если мы посмотрим, к огромному сожалению, на всю историю этого кризиса, начиная с 91-го года, то таких совпадений немало. Ну что ж, уважаемые друзья, вот что ожидает нас в ближайшее время. Это одна из версий, но очень тревожных и готовых в любой день, в любую минуту осуществиться. Провокация, за которой последует вторжение наземных войск на территорию Югославии. И в этом, в принципе, я сомневаться-то нам не приходится. Сегодня в газете New York Times обозреватель Уильям Сефайер пишет о Клинтоне. «Наш президент страдает серьезной манией. Он врет даже тогда, когда это ему совершенно не нужно». Сегодня Клинтон говорит о том, что не собирается наносить, вторгаться наземные войска в Югославию. Но обычно, и обозреватель сам это подтверждает, за этими словами следует совершенно другое действие. Итак, уважаемые друзья, еще раз вышел сигнальный номер журнала «Русский дом», шестой номер, июньский. Так что обращайтесь в редакцию 921-3502 и вам сообщат, когда он появится на прилавках. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск «Русского дома». Вы, наверное, обратили внимание, что Москва без первых лиц выглядит спокойней, да и как-то почище. Что это? Затишье после бури или, наоборот, преддверие новых баталий? И только ли политических? Главный вывод, который можно сделать после назначения на пост председателя правительства Сергея Степашина, это то, что во власть вернулись олигархи. Трудно сказать, виноват ли в этом сам Степашин, ибо нельзя понять, насколько он свободен в своих действиях, какими обязательствами и перед кем связан. А стало быть, кто заказывает музыку. Ясно одно – на него давят, а он давлению уступает. Даже то, что он отвоевал пост второго вице-премьера для того, чтобы урезонить новую маску Березовского по имени Аксененко, который стал главным первым вице, ничего не меняет. Как вы думаете, можно ли представить в таком положении Евгения Примакова? Процесс формирования его кабинета имел свои трудности, но он был более-менее открытым и понятным. Конечно, были засланы казачки, которые только мешали работать и дискредитировали председателя правительства, но это была, как любят говорить демократы, команда. А теперь делешь кормушки. Мы имеем дело со вторым приходом олигархов во власть. Страна успокоилась, они осмелели, потянулись на родину, прикидывая, что еще можно поделить, утащить, припрятать. А тем временем все более странное впечатление оставляют переговоры о мирном урегулировании в Югославии и наше в нем участие. Начать с того, что никакого желания урегулировать конфликт у стран НАТО не наблюдается. Скорее, есть большое желание вбомбить Сербию в каменный век. Наш корреспондент Дмитрий Янкович передает из Белграда. Сегодня ночью белградцы провели еще одну бессонную ночь. Агрессорская НАТО-авиация опять бомбила самый центр столицы Югославии. Целью нападения в этот раз около 3 часа утра стало здание Министерства внутренних дел Сербии, которое уже почти полностью разрушено в ранних нападениях. Всю ночь был слышен гул самолетов и сильное действие против воздушной обороны Югославской армии. В несколько направлениях были видны блески взрывов и следы трассирующих пуль против воздушной обороны. Как вчера объявило радиотелевидение Сербии, против воздушной обороны армии Югославии в ночь между субботой и воскресеньем било НАТО самолет типа А-10 «Тандерволт». Этот самолет предназначен для уничтожения бронированного транспорта, был сбит на территории Клины, сообщает радиотелевидение Сербии без других подробностей. Специально для русского дома из Белграда 25 мая Дмитрий Янкович. Сегодня у нас в гостях журналист-международник Игорь Алексеевич Михайлов, политолог, политовозреватель радиостанции «Голос России». Скажите, пожалуйста, вот вы недавно побывали в Югославии. Что больше всего поразило вас? Александр Николаевич, когда приезжаешь в Югославию, то поражает в первую очередь то, что удивительно стойко держатся люди. Я приехал 26 апреля, и на следующий день мы смогли выйти в город, в Белград. И поражает то, что люди спокойны, никакой паники нет. Они хорошо понимают, что против них ведется война, но никаких, знаете, панических настроений или же каких-то иных не существует. Люди понимают, что это их родина, они правы, они отстаивают свои принципы, свой суверенитет. Вот прошел уже месяц даже с той поездки, как вы побывали там. Немного меньше. Немного меньше. Скажите, вот на ваш взгляд, почему Сербия вызывает такое неприятие у Запада? Вы знаете, многие, достаточно, можем перечислить целый набор причин. Ну, в первую очередь, большая Югославия до 90-го года раздражала Запад. Раздражала своей достаточно независимой, ясной позиции. В первую очередь, по поводу взаимоотношений со странами Запада и, в частности, со странами НАТО. Вы обратили, наверное, внимание, что на территории Югославии не было даже попыток расположить ту или иную базу НАТО или американскую базу. Это уже после того, как конфликт, так сказать, завязался на югославской земле. Ну и затем сербы – это государствообразующая нация была. Это люди, которые образовывали огромную, большую Югославию. Но Запад сделал все возможное, чтобы федеративной Югославии не было. И с помощью Соединенных Штатов и Германии начался демонтаж этого государства, дезинтеграция его. И вы, наверное, хорошо помните, когда Словения и Хорватия были признаны Германией, начался вооруженный гражданский конфликт, где Запад встал определенно на сторону вначале Хорватии, а затем боснийских мусульман. И сегодня Малая Югославия, Союзная Республика Югославия, состоящая из двух частей Черногории и Сербии, активно раздражает Запад, раздражает и свои позиции. Ну и затем Западу чрезвычайно важно, я в первую очередь имею в виду НАТО, естественно. НАТО крайне необходимо было проявить в нынешних условиях свои, так сказать, новые позиции на международной арене. Как вы знаете, НАТО опробует в Югославии свою стратегическую концепцию. Причем начала опробовать эту концепцию еще до того, как они одобрили ее на саммите, который состоялся и был посвящен 50-летию Североатлантического альянса в Вашингтоне. То есть, как бы себя легимитировали после того, как начали военные действия. Да, после того, как началась агрессия. Ну, я бы хотел отметить, что, во-первых, агрессия – это незаконная с точки зрения и устава Организации Объединенных Наций применение вооруженных сил. И сегодня данная агрессия, она нарушает все нормы международного права, подрывает их и нарушает основополагающие акты Организации Объединенных Наций. Это устав ООН и так далее. Игорь Алексеевич, ну вот все же интересно, посмотрите, Югославия на протяжении 20 века, она не один раз участвовала в конфликтах, но всегда была на чьей-то, то есть, ей оказывали поддержку, была на чьей-то стороне. То в начале Первой мировой войны, на стороне Антанты, там на стороне антигитлеровской коалиции. Сегодня она осталась одна. 11 миллионов противостоят огромной махине, если сравнить. Да, вы совершенно правы. Дело в том, что если проанализировать события 20 века на Балканах, то мы столкнемся со следующими фактами, что начало противостояния было между Тройственным Союзом и Антантой, и балканские страны не были в одиночестве. А затем гитлеровская и антигитлеровская коалиция. Достаточно вспомнить мольбу и обращение Уинстона Черчилля, который умолял продержаться югославов, когда началась Вторая мировая война. Причем Вторая мировая война пришла на территорию Югославии несколько раньше, чем даже на территорию Советского Союза. В апреле месяца 1941 года. И 26 дивизий вермахта сдерживали югославские партизаны. Они не смирились перед этим. Сегодня Югославия противостоит 19 самым развитым странам Запада, входящим в НАТО. Я здесь посчитал, какое соотношение. Вы действительно удачно заметили, что 11-миллионная Югославия противостоит почти 600 миллионам населения стран НАТО, у которых ежегодный военный бюджет равняется 465 миллиардам долларов. То есть, огромная махина, обладающая, мало того, что военно-технической мощью, но и огромными финансовыми, материальными потенциалами. И вот такая вот ситуация. Вот во всем этом раскладе, по всей вероятности, НАТО, да как мы видим из их объяснений и рассуждений, не учла только одного. Вот этого духа сербского народа, морального духа. Вот эти 600 миллионов и 11 миллионов. У кого оказался крепче дух? Вот я поразился, когда услышал репортаж с улиц Гааги. В ответ на вопрос об отношении к бомбежкам Югославии, от которых гибнут мирные жители, благочестивая дама, вздохнув, молвила, надо продолжать, но аккуратно. Вот видение западным человеком того, что происходит в Югославии. А вы знаете, почему, Александр Николаевич, это происходит? Я считаю, что это плоды той пропагандистской информационной войны, которая в массированном таком режиме ведется на сегодняшний день. Я думаю, что многие телезрители не знают о том, что сейчас, испугавшись правды из Югославия, на Западе обсуждают проблему отключения Югославии от интернета. На этой неделе союз вещателей через спутниковые системы будет отключать Югославское телевидение от вещания на Запад. То есть, когда начались бомбежки, Югославское телевидение продолжало работать. И несмотря даже на то, что по телерадиотрансляционным станциям, по телестанциям, по радиостанциям наносились массированные удары. И вот что получается. Запад говорит, что Милошевич нехороший человек, что он диктатор и так далее. Но при нем работает радиостанция, существует интернет. Чего испугался Запад? И все время крутятся одни и те же картинки. Какого свойства? Бедные албанские беженцы, плачущие дети, плачущие женщины. Безусловно, их жаль. Но старый закон в искусстве существует. Никогда не нужно показывать постоянно плачущего ребенка. Потому что даже самая плохая картина, она будет вызывать у человека соответствующие эмоции. Жалкого ребенка. Понимаете? Никто ведь не показывает того, что происходит с сербами. Или показывает буквально в соотношении 10 секунд и 5 минут об албанцах. Вот такой хитрый маневр делается пропаганда из Запада и пропаганда из стран НАТО. И на сегодняшний день никто не говорит о том, какие двойные стандарты применяются в отношении сербов. Скажем, этническая чистка, самая мощная, произошла в 1995 году. 600 тысяч сербов вынуждено было уйти из Хорватии, из Боснии и Герцеговины. И эти 600 тысяч пришли в Сербию, в Черногорию и даже живут в Косово. И вот эти люди вновь испытывают бомбежки, вновь испытывают страшные тяготы войны. Я согласен с вами, потому что вызывает удивление. Вообще даже не удивление, а осознание того, как люди могут выдавать белое за черное или наоборот. Вот, говорят, проводим гуманитарную акцию, при этом гибнут тысячи мирных жителей. Три дня подряд бомбят, ну я не знаю, тюрьму, гибнут заключенные. Говорят, мы должны спасти беженцев. От бомбежек увеличивается количество беженцев. Мы, говорят, должны спасти косоваров. Хотя косовары это и албанцы, и сербы, живущие в Косово. Но для этого уничтожается целый народ сербский. Как понять можно вот эту логику рассуждений руководителей Запада, да и тех, кто их поддерживает? Например, наших же Козыревых, Боровых и прочих. Вообще понять чрезвычайно сложно. Потому что люди, которые поддерживают подобные акции, они мыслят в каком-то двойном измерении. И для меня, например, встает даже такой вопрос. А в какой союз вступали Венгрия, Чехия и Польша? Ведь до 23 марта, до начала бомбежек был один союз, НАТО. После 23 марта его качество абсолютно изменилось. И, кстати, в какой союз призывает господин Шаварнадзе вступать в Грузию? Ведь он, как вы знаете, на этой сессии, знаменитой в Вашингтоне, он призвал и заявил о том, что Грузия ставит целью вступления в НАТО. Ну, Шаварнадзе отдельный разговор. Он никогда не любил Россию и доказал всей своей, кажется, политической деятельностью. Но скажите, пожалуйста, вот говорят, мы в компании, в капкане у США сейчас, Россия. Что это значит? Вы знаете, конечно, сложная ситуация сегодня у России. И хотя российская дипломатия, на мой взгляд, заняла очень здравую позицию и действует достаточно конструктивно, тем не менее, мы, конечно, можем то, что мы можем. Мы, естественно, не можем сейчас активно содействовать жертве агрессии. Хотя по всем международным нормам, если существует жертва агрессии, то все страны могут оказывать ей абсолютную помощь. И мы должны оказывать, в принципе. Вообще, конечно, если бы мы были в другом качестве, мы должны были оказать. Ну что ж, Игорь Алексеевич, уважаемые телезрители, мы продолжим завтра наш разговор о Сербии. Я сейчас хочу напомнить, что в июньском номере журнала «Русский дом», который поступил в редакцию «Большая Лубянка-17», даны ответы на ваши многочисленные вопросы, точнее один. Куда теперь идти? Куда стопы свои направить одинокой у Нижней России? Журнал «Русский дом. Июньский номер». В редакции вы также можете приобрести и новый видеофильм «Сербия. Свеча неугасимая». Телефон редакции 921-3502. Итак, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Русский дом». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию. Православный взгляд на события в стране и за рубежом. «Русский дом». Спрашивайте в киосках и православных лавках. Здравствуйте. Вы смотрите специальный выпуск «Русского дома». Информационные агентства сообщают, в ходе продолжающейся два месяца агрессии НАТО против Югославии, авиация «Альянса» в последние недели планомерно уничтожает энергосистему страны. Поначалу для этого использовались так называемые легкие графитовые бомбы. Разрываясь над высоковольтными линиями электропередач, они вызывали в них короткое замыкание. Дежурные бригады сутками напролет снимали с проводов синтетические волокна с графитовым наполнением. Ныне прямые удары наносятся по теплоэлектростанциям и по узлам линий электропередач. С минувшей субботы большая часть Сербии живет без света и воды в квартирах, поскольку вода подается в дома с помощью электронасосов. Люди запасаются свечами, фонариками, керосином для ламп, которые здесь не использовались, но, наверное, в течение 50 лет последних. Не хватает хлеба. Подача электроэнергии восстанавливается лишь за тем, чтобы натовцы через 2-3 часа вновь нанесли удары по ТЭС. Просвета нет и потому, что лидеры Запада сознательно заводят переговоры с югославским урегулированием в тупик. Их интересует не мир в Косово, а возможность его оккупации. Тяжелее всех тем, кто лежит в больницах, особенно неподвижным людям. Они чувствуют себя обреченными. Под угрозой остается жизнь тысяч находящихся в реанимации раненых и новорожденных детей с патологиями. Без электрических приборов они на грани смерти. Многочасовое сидение в темных старых бомбоубежищах при свечах напоминает людям собственные похороны. Было бы хоть чуть легче, зная людей, что впереди близко брежет надежда на мир. Но ее нет. Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт, Тони Блэр заявляют, что операция против Югославии проходит весьма успешно. И намереваются ее расширять, в том числе с помощью сухопутных сил, которые продолжают концентрироваться в Македонии и Албании, на границах Союзной Республики Югославии. Гуманитарная катастрофа, ради предотвращения которой лидеры свободного мира начали агрессию против Югославии, охватывает уже не только Косово, но и всю Сербию. Всю Югославию. Число беженцев достигает миллиона. Убито полторы тысячи граждан, свыше шести тысяч ранено. Цель нынешней, как они говорят, четвертой фазы воздушно-наступательной операции полностью парализовать жизнь страны. И эта задача близка к выполнению. Наш корреспондент Дмитрий Янкович передает из Белграда. НАТО-авиация продолжает действия по гражданским и промышленным объектам по целой Сербии. Прошлой ночью агрессор бомбил больше 20 городов на целой территории Сербии. В городе Новый Сад по третий раз с начала агрессии НАТО бомбил здание радиотелевидения Сербии. В интенсивной бомбардировке города Шабад, который находится на 80 километров западно от Белграда, есть погибшие и ранены. Особенно интенсивно бомбили города на востоке Сербии. Пожаревоц, Бор и Фрахово. Как сообщает белградская газета Блиц, над этим районом Сербии сегодня ночью противовоздушная оборона югославской армии сбила НАТО самолет типа Харьер. Юг Сербии и Косово подвергнуты круглосуточным бомбежкам. По сообщениям югославских средств массовой информации, в бомбардировках тюрьмы в Косовском городке Исток погибло около 100 человек, а больше 200 тканина. Специально для русского дома из Белграда 26 мая Дмитрий Янкович. У нас в гостях капитан первого ранга Владимир Васильевич Заборский, прошлом начальник отдела оперативного управления главного штаба ВМФ. Шесть с половиной лет прослужил в Средиземном море. Владимир Васильевич, вот многие думали, что после разрушения Совета экономической взаимопомощи, организации Варшавского договора, распада СССР, основные цели Соединенных Штатов достигнуты. А на поверку оказалось, что нет. Вот агрессия против Югославии показывает, что цели-то совсем другие. Совершенно верно. Цели другие. Эти цели продекларированы руководством США и НАТО в своих новых стратегиях. Это новая стратегия национальной безопасности США и новая военная стратегия вооруженных сил США. Вот я процитирую два только положения. Это я никакой новости, особенно для телезрителей, не говорю. Это опубликованность. Вот первый пункт. Вооруженные силы США призваны защищать демократию в планетарном масштабе. И в том числе и демократические процессы в России. Ну, комментарий, по-моему, не требуется. Значит, куда дальше будет направлена экспансия США и НАТО. И второе положение. США имеют жизненно важные интересы практически во всех регионах мира. Ну, то же самое сказал и известный наш умный и опасный враг, Взбитый Бжевинский в своей известной книге «Великой шахматной доска». И, соответственно, вся клика военная НАТО и клака политическая, она вот под эти стратегические вызывания США действует в полном согласии. Противодействия нет. Правильно вы говорите. С разрушением Советского Союза, с разрушением Варшавского пакта. Препятствий для реализации этой стратегии нет. Что они и продемонстрировали всему миру. Но, с другой стороны, мы часто слышим от наших некоторых, я подчеркиваю, некоторых МИДовских работников, бывших, Козырева и его подобных, и в некоторых средствах массовой информации о том, что мы настолько слабы сегодня в России, что ничем сегодня не можем помочь. Что нам лучше России сидеть, молчать и выполнять то, что нам скажут из Вашингтона. Александр Николаевич, вы понимаете, вот эта вот психология зайца, который прячется куда-то под кочку, Козыревская, она совершенно неприемлема для престижа России. Мы можем и обязаны помогать Югославии. Прежде всего, я считаю, военно-техническая помощь. Ее можно оказать. И нужно было давно оказать. Как я могу эту дальше тему развить? Ну, примитивно к флоту, к флоту, если говорить, да? Флот способен оказать помощь Югославии. И об этом на этой неделе официально, в печати, заявил наш главнокомандующим флотом, адмирал Кураедов. Можем в определенном объеме оказать помощь. Как это делать? Ну, я могу привести только один вариант, как соприкасающийся с этими вопросами в прошлом, и сейчас, в общем-то, не отстающий от них немножечко, так сказать. Один вариант морской. Давно надо было послать конвой в составе одного-двух больших десантных кораблей, БДК сокращенно не называется на флоте, в охранении трех-четырех боевых кораблей. В эти БДК загрузить трюмы. Зенитный ракетный комплекс С-300Ф. Каждый БДК, а такие корабли есть на Черноморском флоте. Еще он вмещает 10-12 комплексов. Они следуют в Югославию, в порты Черногории. Если нужно, они высаживают прямо на необорудованное побережье. Это свои средства. Для этого у кораблей есть так называемый аппарель. Открывается нос, опускается платформа. И эти комплексы, они автономные на автотяге, сходят на побережье, развертываются в свои назначенные районы, маскируются и начинают боевые операции против стрелятников. НАТО сбивают их ракеты. Вот это примитивно. Ну, не кажется ли это, что примитивно? Пошлем там 10-15 комплексов С-300, и, мол, сразу агрессия НАТО прекратит. Значит, понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты, я беру, Соединенные Штаты в Ронсо, они не привели к воевать с потерями. Как только начнутся боевые потери их, так называемых, ассов, которые подло бомбят и наносят удары по мирной Югославии с больших высот, с больших дальностей, как только начнутся посылки в Вашингтон, на Ронгентонское кладбище, в цинковых гробах, в пластических мешках, я посмотрю, что будет твориться в Америке и соответствующих странах НАТО. Как это будет воспринято? Но иного выхода нет. Надо только так помогать нужной Югославии. Но я привел всего лишь один пример. Есть и другие способы оказания помощи Югославии. Ну понятно. Но вот вы говорите, что другого выхода нет. Нужно помогать Югославии. Есть мнение о том, что Югославии можно помогать дипломатическим путем. Но, предположим, мы послали туда корабли, которых, помните, мы даже заявляли, что будем послать корабли, но при том и остановили. Ну, придут 3-4 корабля. Что это даст? А ведь там расположены целые эскадры НАТОС. Значит, эти морские операции должны быть хорошо согласованы, спланированы и согласованы с югославской стороной и должны получить максимальное дипломатическое обеспечение. В чем оно заключается? Во-первых, наш МИД или наше правительство должно громогласно заявить на весь мир, что мы выходим из всяких эмбарго и санкций против Югославии, а заодно Ирака и Ливии. Во-вторых, мы окончательно отвергаем договор НСВ-2. Мы выходим из договора по обычным вооружениям, особенно из их, так сказать, планковых ограничений, которые наиболее ущерб для нашей безопасности. Мы выходим из договора по ракетам средней и малой дальности, сразу реанимируя наш прекрасный оперативно-тактический ракетный комплекс АК, и мы прекращаем всякое партнерство с НАТО. Во-вторых, второе, что заявляется, мы заявляем требование о неприкосновенности наших конвоев, которые пойдут, и наших транспортов больших десантных кораблей пойдут в Югославию. Это не одна операция, это только один случай. Они должны идти потоком туда. Вплоть до того, что всякий, кто посигнет на неприкосновенность этих кораблей, получит акцию, соответствующую акцию возмездия. Россия еще может это делать. У нас есть свои томогавки тоже в неядерном оснащении. И мы можем нанести удар возмездия по тому, кто посигнет на наши корабли. Во-вторых, ни США, ни НАТО не воюют с Югославией, они занимаются международным разбоем. Мы имеем полное право стране помогать и военными грузами, и оружием, и материальными средствами, и энергоресурсами, и так далее. И никто не имеет права нас тронуть. Если тронуть, я сказал, что будет. Опыт и есть такой, Александр Николаевич. В последней Ближневосточной войне 1973 года наши корабли конвойнировали такие же транспорта в порты Сирии, Египта, шли прямо через районы боевых действий, непосредственно в соприкосновении, в разгар боев, воюющих сторон, и не в МС Израиля, ни 6-й флот США в составе 140 лампилов, не посмел тронуть наши корабли и транспорта. Правда, когда эскадры было наше 120 лампилов, теперь, конечно, нет. Но и в этих условиях мы можем оказывать такую помощь. И никто, я считаю, никто не посягнет. И все разговоры Козыревых, Юшенковых и прочее о Третьей войне, о ввязывании нас чуть ли не в мировую бойню, это ерунда, это лапшу, которую вешает на уши дилетантов. Никто на это не пойдет, никакой войны не будет. Мы нормально осуществляем международные взаимоотношения по оказанию помощи бедствующей стране в ее тяжелом положении. А оказание помощи, я считаю, обязательно. Если мы не окажем помощи Югославии в такой тяжелый дневный момент, это Россия покроет себя позором, и к ней будет с презрением относиться все человечество. Но не к ней, а к правительству и президенту. Ну, конечно, на глазах всего света, так скажем, нарушаются все нормы международного и военного права, творится геноцид над целым народом Югославии, вот разрушается энергосистема, это какая-то, знаете, коллективная месть со стороны НАТО всем гражданам. Вот мы говорили о том, что 11 миллионов человек, и 600 миллионов им противостоит, 600-миллионная, ну так скажем, группировка самых высокоразвитых стран Запада, технически оснащенных. Сможем ли мы сегодняшняя Россия, опять же вопрос, входить в конфликт вот с этой вот мощнейшей военно-политической, экономической, финансовой группировкой? Я как военный человек в прошлом и сейчас скажу, что пока мы еще сильны, все же, пока мы ядерная держава вторая в мире, никто не посмеет нам все же навязывать свою волю, и никто не посмеет на вот эти наши мирные, как я сказал, мирную помощь, поставки оружия, значит, материальных средств, ресурсов в Югославии посягнуть, дабы не развязать на самом деле по своей вине конфликт. Но я думаю, этого никогда не пройдет. Но если мы не будем оказывать помощь в Югославии, я уже сказал, мы теряем... Как вы относитесь к словам министра иностранных дел России Иванова? Я думаю, что Россия до момента начала военных действий Североатлантического альянса против Югославии проводила по отношению к НАТО политику искреннего идеализма. Теперь же, подчеркнул Иванов, Россия пересмотрит свою военную доктрину и концепцию национальной обороны. Он отметил, что будут предприняты все действия, чтобы спасти законность и ООН. Ну, я считаю, что вопрос вопрос правильно. Я только немножко разовью то, что нужно сказать. Но сейчас необходимо немедленно разработка новой концепции национальной безопасности и вытекающей из нее военной доктрины нашей. Та военная доктрина, которая существует, так называемая оборонительная, она ни к черту не годится за выражение. Там даже флот не участвует в этой доктрине. Там не прописано, что же делать флот, для чего она существует. Понимаете? Новая доктрина, надо же четко сказать. Мы сейчас пришли к выводу, что те песнопения наших демократов некоторых, что у нас нет врагов, нам никто не угрожает, это ерунда, нам угрожает еще как. У России всегда были, есть и будут враги. У нас нет друзей. У нас друзья только армии и флот, как сказал преснопамятный император Александр Третий своему слововольному, ни в чем нам наследнику, что именно армии и флот союзники России. Так вот сейчас доктрина должна объяснить, кто враг, какие должны быть, кто нам, и кто угрожает. Как угрожает? Какие должны быть у нас силы противодействия? Какие ресурсы должны быть для развертывания наших уронных сил? Что для этого надо сделать? Полновать до перевода на мобилизованный режим экономики, для того, что если мы этого не сделаем, нас просто сотрут через 5-10 лет, так же ломбардируют. И я хочу один момент еще заметить. Я не открыватель этой истины. Если мы защищаем сейчас Югославию, это мы защищаем себя. Если мы ее сейчас не защитим, это мы не защищаем себя. В будущем, в ближайшем мы подверглись для такому же нападению агрессии. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо. Я думаю, что те, кто интересует тема Югославии и вообще все, что с ней связано, вы сможете прочитать и в журнале «Молодая гвардия», и в журнале, вот только что вышедшем журнале «Русский дом» в июньском номере. Читайте журнал «Русский дом». Можете его приобрести сейчас в редакции журнала «Большая Лубянка-17». Итак, до завтра. Всего доброго. Читайте и подписывайтесь на журнал «Русский дом». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию. Православный взгляд на события в стране и за рубежом. «Русский дом» – спрашивайте в киосках и православных лавках. Русский дом» – спрашивайте в киосках и православных лавках.